Всех приветствую! Антикризис с Тимофеем Мартыновым. Итак, поехали. Заранее у всех прошу прощения, потому что могут быть не очень качественные истории со звуком, который сейчас записывается. Я уж как только не изгалялся, как вы видите, у меня, так сказать, петличный микрофон даже есть, все как у людей. Но, тем не менее, если убрать звук совсем, как сейчас, то слышен какой-то потусторонний шум, которого, естественно, здесь нигде нет. Как его убрать, как с ним справиться, непонятно. Нравится, что делать только после записи обработку звука, брать цифровую аудиодорожку и избавлять ее от шума. В принципе, можно делать это в программе AutoCity, но, сами понимаете, потом монтировать это все, ждать, пока он сконвертируется, это все достаточно трудоемкий процесс. Поэтому хотелось бы, конечно, понять, как это все делать онлайн без какого-либо геморроя. Прошу прощения за столь долгую преамбулу технического характера. Сейчас будем обсуждать рубль, будем обсуждать российский рынок акций, будем обсуждать цены на нефть. Но я расскажу про одну книгу, которую я закончил читать в феврале. Итак, поехали. У нас по-прежнему на повестке дня главная тема – это доллар-рубль. И мы видим по-прежнему, что конкретно сегодня, в понедельник, 27 февраля, у нас доллар остается под давлением. Казалось бы, опять непонятно, в чем такие причины. Я захожу на главную страницу Smart Lab и сразу вижу текущие изменения. И по доллару, и по нефти доллар падает к рублю почти на 1,5%, в то время как нефть растет всего лишь на процент. Это, скажем так, говорит о том, что сейчас явный спрос на рубли, спроса на доллары нет. И идет опять перекос в сторону российской валюты. Возникает здесь логичный вопрос, что же происходит. Ответ здесь следующий, и его буквально сегодня дал министр финансов Антон Силуанов, наступая в Сочи. Он сказал, что наблюдаемое на российском валютном рынке в феврале укрепление рубля во многом связано с последствиями приватизационных сделок конца 2016 года. Суммы там были гигантские, особенно когда приватизировали Роснефть. И, видимо, сейчас идет поступление этих валютных денег в российский бюджет. Доллары, вырученные от приватизации, конвертируются в рубли. И, соответственно, оказывают давление на курс доллара и приводят к укреплению рубля. Ну, что касается переоцененности рубля, которую сейчас мы наблюдаем в моменте, в общем, это даже не мои слова, об этом говорят многие аналитики. И неделю назад я цитировал слова Максима Орешкина, министра экономического развития, который тоже говорит, что по их моделям доллар должен быть повыше. Ну, вот я процитирую аналитиков Промсвязьбанка, они говорят о том, что переоцененность рубля относительно котировок нефти сохраняется. И по их модели сейчас пара доллар-рубль торгуется на 2 рубля ниже обоснованных уровней при текущих нефтяных ценах. Что может привести к тому, чтобы доллар вернулся на свои обоснованные так называемые величины? Ну, вот аналитики Промсвязьбанка говорят, что это может только сделать заметное ухудшение аппетита к риску, хотя я с ними не согласен, сейчас объясню почему. Далее, продолжая эту тему, аналитики делают вывод, что в марте, который практически уже наступает послезавтра, глобальные фондовые рынки могут столкнуться с коррекцией. Один из поводов для этой коррекции может быть выступление Дональда Трампа, которое намечено на 28 февраля. По московскому времени он будет выступать в 5 утра 1 марта, то есть уже практически в ночь с вторника на среду. Что касается нефти, мы будем ее полностью потом обсуждать подробно, но сейчас просто хочется сказать, что рубль не связан сильно с нефтью, то есть действительно какие-то подводные факторы приводят к укреплению рубля против доллара. В то же время аналитики компании Доход говорят о том, что укрепление российской валюты в этом году нельзя назвать катастрофичным для российского бюджета. Понятно, что каждый баррель нефти Юрлс конвертируется у нас по курсу в рубли, чем дешевле доллар, тем меньше рублей вручает российский бюджет от экспорта нефти. Ну вот аналитики говорят, что цена бренд в рублях все еще ниже среднего уровня за последние 12 месяцев, так что, прошу прощения, это все еще выше цена бренда, все еще выше среднего уровня, поэтому не так это страшно относительно того, что мы уже проходили. И напоследок по рублю, то есть в этот раз я постараюсь кратко по рублю совершенно пройтись, напомню, что у нас в конце месяца приходится традиционный налоговый выплат, и возможно вот то, что сегодня в понедельник доллар остается под давлением, под таким сильным, связано с пиком налоговым платежей, который приходится на понедельник-вторник. Совокупный объем выплат в бюджет оценивается в 610 миллиардов рублей, пишут аналитики Кит Финанса. Хорошо, значит идем дальше, какие есть интересные истории. Неделю назад мы говорили с вами о том, что российский фондовый рынок был заряжен на снижение, так на самом деле и произошло. Действительно наш рынок снизился, по индексу ММВБ он потерял 2,5%, и, ну в общем, я просто говорил неделю назад, что с технической чисто точки зрения наш рынок не выглядит так, что он собирается расти. Вы знаете, что интересно, если вы посмотрите на дневной график российского рынка, вот я сейчас его включил, опять-таки через SmartLab, на SmartLab есть менюшечка такая, пользовательская в верхнем левом углу экрана, там нажимаете Q и выбираете фондовые индексы. Вот, я вижу, что индекс ММВБ практически на протяжении февраля каждый день снижается. По-моему, не было ни одного дня, когда индекс ММВБ в феврале бы вырос более чем на 1%. Сегодня это падение, как мы видим, ускоряется. Более того, совершенно очевидно, сегодня индекс ММВБ уже падает на 1,4%, ровно точно так же, как и, собственно, доллар падает к рублю. И интересно то, что наш рынок за все это время, ну, практически без каких-либо коррекций, в общем-то, падает одновременно с падающим долларом. Сейчас индекс достигает минимальных отметок с ноября прошлого года и, в общем-то, пока я не вижу причин покупать этот рынок. Хотя многие аналитики говорят о том, что, в общем-то, пришла уже пора. В частности, допустим, аналитики Китфинанса говорят о том, что потенциал падения индекса ММВБ близок к исчерпанию. В связи со снижением котировок аналитики повышают рейтинги по компаниям ОГК-2, Русгидро, Норильский Никель и Алроса с держать до покупать. То есть, вот четыре идеи вам, пожалуйста, на покупку от аналитиков Китфинанса. Я, честно говоря, не скажу, что я прям разделяю их оптимизм. Возможно, что-то выстрелит, но я еще раз повторяю, что по характеру того движения, которое мы сейчас наблюдаем на индексе ММВБ, у меня впечатление, что коррекция эта будет более глубокой. Интересно привести еще одно мнение по фондовому рынку, которым делится в своем еженедельном обзоре по дивидендам Лариса Морозова. Она дает следующую интересную логику. Она говорит о том, что на российском рынке торгуют в основном нерезиденты. Как она это показывает? Она просто предлагает посмотреть на те дни, на которые приходятся праздники за рубежом, в основном в США. И получается, что в американские праздники, которые не являются, допустим, выходными днями на российской бирже, объем торгов у нас падает в разы просто катастрофически. Отсюда Лариса Викторовна делает вывод о том, что именно американские инвесторы в основном задают погоду на российском рынке. Я, конечно, с этим не совсем согласен. Да, действительно, какая-то корреляция есть, потому что действительно все мировые рынки потухают, когда в Америке выходной. Ну, скажем так, я думаю, что все-таки основной такой пик активности нашим рынкам, ну, как минимум половина, наверное, приходится все-таки на Лондон. И вот Лондон действительно задает здесь какой-то тон. Ну, вот, дальше Лариса Викторовна, продолжая рассуждать, говорит о том, что доллар, что нерезиденты мыслят в долларах. И посмотрите, как доллар сейчас упал к рублю. Естественно, что инвесторы в акции опасаются валютного риска, потому что доллар и так уже укрепился. И сейчас они, аналитики боятся, что если рублевые активы начнут падать в цене, то они, инвесторы, получат убыток уже по валютному курсу. Поэтому сейчас, пока валюта крепкая, лучше продать наши акции, конвертировать эту прибыль в доллары и уйти с нашего рынка. Конечно, этот поток денежный, он относительно небольшой, относительно тех объемов, которые сейчас мы наблюдаем на продажу долларов. Но, тем не менее, вот такое обстоятельство, такая логика имеет право на существование. Я не знаю, насколько это правда, но, во всяком случае, видно действительно, что нерезиденты покидают наш рынок. Кстати говоря, вот за последний месяц наш рынок упал уже, с начала года наш рынок упал на 11%. За последнюю неделю лидерами по темпам снижения стали те бумаги, которые агрессивнее всех росли. Это ФСК и Россети на 10%. Они попадали. Русгидра тоже. Хоть Русгидра и не росла так сильно, как ФСК или Россети, но, тем не менее, здесь тоже падение на 10%. И более 5% потеряли такие бумаги, как Распадская, НК, Ауроса, Мечел. Прошу прощения, задел ногой провод, у меня вырубился монитор. Надеюсь, запись не вырубилась. Не вырубилась. Ну и с точки зрения дивидендного инвестора, Лариса Викторовна продолжает рассуждать. Она говорит о том, что 3 месяца назад ставка по вкладам в банках в среднее была 8,7%. Чтобы привести эту ставку к соответствующей дивидендной доходности, надо учесть, что инвесторы в дивидендные акции платят по доходу налог 13%. Соответственно, для того, чтобы получить минимальный доход, сопоставимый с размерностью рублевых вкладов, дивидендная доходность должна быть на 1,1% выше, чем ставка по вкладам. Тогда эта инвестиция себя оправдывает. Таким образом, 8,7% средней ставки по вкладам прибавили 1,135%. Это если точное значение брать. И получается, что в ноябре дивидендная доходность должна была быть 10%, чтобы быть интереснее вкладов банковских рублевых. Сейчас ставки снизились по банкам примерно практически на 1% пункт. И, соответственно, ставка дивидендной доходности опустилась до 9%. Я сейчас зайду на главную страницу смарт-лаба и нажму ссылку «Дивиденды 2017». Прямо в центре под котировками есть красная большая ссылка «Дивиденды 2017». И вы сразу увидите акции тех компаний, которые планируют выплатить дивиденды по итогам прошлого года. Здесь отсортированы все выплаты по дивидендной доходности. И в основном у нас дивидендная доходность, прошу прощения, неподтвержденная. И что мы здесь видим? Какие у нас есть оценки? В частности, ожидаются высокие дивиденды по акциям следующих компаний. Я как раз перечислю те, которые удовлетворяют критериям Ларисы Викторовны. То есть, превышают доходность 9%. МРСК Урала почти 15% дивидендной доходности ожидается. Россети, Прифы почти 15%. МРСК Центрального Поволжья 13%. ФСК ЕС дивидендная доходность 12,7%. Аэрофлот 10%. Ленэнерго Прех 9,6%. И Алроса почти 9%. Я должен сразу сказать, что ни один из этих дивидендов пока не утвержден советом директоров. То есть, это прогнозное значение. Вы их можете найти на странице дивиденды на Smart Lab. Адрес smartlab.slash.dividend.s То есть, вот здесь есть полностью щекающая информация. Те дивиденды, которые подтверждены советом директоров, они у нас выделены зеленым цветом, пока только Северсталь утвердила окончательные дивиденды за четвертый квартал. Там дивидендная доходность по этим бумагам сейчас составит 3,3% за закрытие рейсов 16 июня. Продолжаем рассказ. Сейчас отчитываются российские компании за 2016 год. На данный момент по моим подсчетам отчиталось 28 компаний. Сводную таблицу по этим отчетам я составляю. Вы можете ее увидеть внизу. Ссылку на нее вы можете увидеть внизу в описании. Я здесь отмечаю чистую прибыль, изменение годовой чистой прибыли. Ну и так, на всех случаях нашел показатели рентабельности для интереса. Вот. И если вы посмотрите, то, ну это уже не секретно для кого, что 2016 год стал для многих компаний намного лучше, чем 2015. И, собственно, с этим был связан рост российского фондового рынка в прошлом году. Причем, ну действительно, по многим бумагам рост чистой прибыли был совершенно впечатляющий, прошу прощения. 28 компаний отчиталось, 24 компаний я уже проанализировал. И из 24, которые я проанализировал, по 4 чистая прибыль упала, по остальным 20 выросла. То есть, в целом можно говорить о положительной тенденции. Но по итогам 2016 года. Как я уже говорил, в четвертом квартале тенденция не такая радужная, но здесь имеют место все-таки сезонные факторы. И, соответственно, по многим компаниям идет понижение прибыли. Но, к сожалению, я пока не по всем выделил, вычленил квартальную отчетность. Почему? Потому что там надо специально считать. То есть, компании не публикуют отдельно данные за четвертый квартал. Надо считать отдельно эти данные, вычитая из данных за 12 месяцев данные за 9 месяцев. Тогда вы получите данные за четвертый квартал. Это немножко геморройно, поэтому я этого не делал. Ну вот, если посмотреть на те компании, которые отчитались, Ну, сразу понятно, это было понятно еще по третьему кварталу, по второму кварталу, что у нас самая лучшая динамика была изменений в секторе черной металлургии. Именно поэтому многие металлурги очень неплохо подросли по итогам 2016 года. В четвертом квартале у них спад, но в целом тенденция сохраняется. Кто же показал снижение чистой прибыли? Это как раз магнит. Магнит это, ну, понятно, ритейлер, это дискаунтер крупнейший, наверное, по размеру выручки ритейлер. По-моему, только вот в этом году X5 ритейл группа вошла магнит. Но, тем не менее, магнит, во всяком случае, в топ-2 ритейлеров России входит. И здесь мы видим стагнацию финансовых результатов. Чистая прибыль снизилась на 8% по итогам 2016 года. Вообще, это впервые происходит у магнита с того момента, как компания появилась на бирже, потому что магнит до настоящего времени только рос, рос, рос. Все его очень любили, поэтому магнит забрался очень высоко. Бумага стала стоить очень дорого. И вот сейчас мы видим, что период бурной экспансии в магните, вероятно, закончился. Хотя, понятно, может быть, это какая-то временная задержка. Но всем совершенно очевидно, что сейчас в ритейле очень большая конкуренция. И выжимать прибыль из-за потребителей при такой конкуренции чрезвычайно сложно. Что дальше? МРСК Сибири у нас показало снижение, вернее, увеличение убытка показало МРСК Сибири. Также мы видим, прошу прощения, сейчас отключу звук. Также мы видим падение прибыли у Роснефти, как ни странно. Кстати, все остальные компании, которые отчитались в настоящий момент, это «Газпромнефть», «Новатек», они показали, в общем-то, очень неплохой рост результатов в 2016 году по сравнению с 2015. В чем причина такой динамики Роснефти? Но это надо смотреть внимательно. Я, в общем-то, даже не вникаю в историю Роснефти по одной простой причине. Я вижу, что бумага сейчас сильно переоценена рынком, ну, серьезно переоценена, там, может быть, на десятки процентов от каких-то обоснованных значений. Поэтому я даже не влезаю в эту историю, просто неинтересно. Если вдруг я вижу, что бумага недооценена, тогда я начинаю искать причины, почему бумага стоит дешево. Если она стоит дорого, то даже не лезут туда. И еще одна компания, которая показала снижение прибыли, это «Моэск». Московская электросетевая компания. Тоже непонятная история, почему, не совсем не ясно, почему там такое серьезное падение чистой прибыли происходит. Очень консервативные прогнозы на 2017-2018 год у руководства. То есть, не видно, чтобы там руководство уверяло, что прибыль может удвоиться. Хотя она реально была в два раза выше, какие-то там несколько лет назад. Соответственно, по этим компаниям все. Кто у нас показал очень хорошее изменение чистой прибыли? Ну вот, пожалуйста, Северстай в 2016 году прибыль почти удвоилась. ТГК-14 выросла в 38 раз. Далее у нас неплохой прирост ММК в три раза, прибыль выросла. Интеррао – сумасшедший прирост прибыли в 26 раз. Но там, понятно, одноразовые статьи из-за продажи «Иркутской энерго». И «Газпромнефть» – очень неплохой результат. Для нефтяной компании просто фантастический. Плюс 80% прибыль. «Новотек» – плюс 250% рост числой прибыли. Но здесь тоже и продажа активов повлияла, и переоценка валютная, соответственно, которая стала чисто такой бухгалтерской историей. И там прибыль без влияния этих факторов одноразовых составила на 100 миллиардов меньше, что-то там в районе 140, что ли, миллиардов рублей. А так на бумаге получилось 260 почти. Ну, собственно, такие отчеты. Наши российские компании будут продолжать активно отчитываться и на этой неделе. В частности, вот, например, завтра мы ждем отчет банка БТБ за 2016 год по международным стандартам отчетности. Среди директоров «Газпром» у нас обсудят дивидендную политику, кстати, тоже завтра. И это, кстати, очень может всколыхнуть «Газпром», скажем так. Либо в плюс, либо в минус. Но с учетом того, что «Газпром» и так уже отпадал столько. Не знаю, как там, возможен ли этот минус. Также мы ждем отчет по «Интеррао». Хотя по РСБО он уже был опубликован. Это, наверное, будет опубликовано МСФО. Московская биржа 2 марта должна отчитаться. Ну и Московская биржа, Совет директоров, обсудит дивиденды за 2016 год. Вот, собственно, известный календарь на эту неделю. Он выглядит сейчас таким образом. Дальше идем. Теперь давайте затронем тему процентных ставок. Действительно интересная сейчас складывается ситуация. Дело в том, что у нас ставка Центрального банка 10%. И она особо не хочет снижаться. При том, что инфляция у нас составляет 5%. И прогноз по инфляции, цель по инфляции Центрального банка на этот год составляет 4%. Вопрос. Почему же тогда ЦБ не снижает процентную ставку? И профессор высшей школы экономики Александр Абрамов в своем фейсбуке предлагает своим читателям ряд ответов. Первый ответ. Потому что инфляционные ожидания населения еще высокие. Второе. Потому что Банк России опасается валютных спекуляций. Третье. Чтобы создать условия для приобретения валюты по заниженному курсу какому-то известному ЦБ-бенефициару. И четвертое. Потому что руководство ЦБ хочет без потрясений досидеть до следующего президентского срока. Честно говоря, я бы, наверное, отсек сразу вот эти конспирологические версии насчет заниженного курса. Чтобы кто-то должен был там купить подешевле баксы. Я думаю, это ерунда. Насчет опасается валютных спекуляций. Это тоже вряд ли. Почему? Потому что сейчас, наоборот, Банку России было бы неплохо поддержать падающий доллар. Ну, по разным причинам. Которые мы с вами обсуждали, впрочем, в предыдущих выпусках нашей программы. Среди читателей Александра Абрама в Фейсбуке есть версия, что ЦБ не хочет снижать ставку. Потому что это будет приносить меньше дохода по процентному доходу самому центральному банку. Ну, честно говоря, не знаю. Возможно. Но у меня все-таки другая версия, которая не указана, так сказать, в этих четырех. Я все-таки думаю, что центральный банк у нас, скажем так, идет по пути наименьшего зла. И Банк России прекрасно понимает, что высокие цены на нефть, которые сейчас наблюдаются, это, в общем, может быть явление временное. И, соответственно, они перестраховываются на тот случай, если вдруг цены на нефть, ну, скажем, на 10-15 долларов снова пойдут вниз. Естественно, у нас возникнет нездоровое давление на рубль. Рубль начнет очень быстро падать. И, соответственно, если ЦБ сейчас создаст, скажем так, очень мягкие условия по рублевой ликвидности, да, то рубль могут укатать очень сильно. И тогда ЦБ в случае каких-то шоков придется очень резко менять свою политику, снова повышать ставки. А вот такая вот волатильность процентных ставок, это, наверное, более травмирующие условия, скажем, чем постепенное, более постепенное движение этих процентных ставок. Вот. Но, во всяком случае, это моя идея. Не знаю, как на самом деле думает Эльвира Сахибзадовна, но вот я бы, наверное, такой тоже проблематической позиции придерживался. И не стоит забывать, когда вы говорите, что ставка 10%, инфляция 5%, важно понимать, что ставка является отражением не только инфляционного риска, но и вообще риска. Риска вложений в ту или иную страну, в ту или иную экономику. Если у вас риски остаются высокими, значит и ставка процентная тоже должна быть достаточно высокой. Ну, вообще, вот, если, предположим, да, процентная ставка снизится на 3%, ну, например, возникает вопрос. Бинфин у нас размещает сейчас облигации. Размещает, ну, условно, допустим, там под 8,5%. Если снизить процентную ставку на 3% пункта, будет ли кто-то покупать резко подорожавшие наши ОФЗшки с резко успавшей доходностью? Вряд ли будут. Поэтому Минфин смотрит на рынок, конечно, смотрит, где наши ОФЗ покупают. И если мы находимся где-то на пределе возможностей по привлечению, так сказать, западных капиталов в наш рынок ОФЗ, то Банк России эту ситуацию видит, поэтому просто не хочет, чтобы не резиденты взяли и перестали покупать наши бумаги. То есть, вот ставка в 10% это все-таки некий эквилибриум, который Банк России, собственно, поддерживает. Теперь давайте по нефти. По нефти у нас есть интересные истории. Значит, нефть держится, одним словом, и держится очень уверенно. Но интересное наблюдение на Smart Lab сегодня буквально приводили. Дело в том, что уже более четырех недель у нас нефть находится в диапазоне 2 доллара. И это максимальный продолжительный диапазон с минимальными фруктуациями с 2004 года. То есть, очень давно нефть не стояла в таком зажатом коридоре. С одной стороны, чисто технически, хотя я, ну, вы знаете, как я скептически отношусь к технике, все говорит о том, что будет прыжок наверх. То есть, прокол и прыжок на 60. Но, если посмотреть на позиционирование, позиционирование, сейчас вообще такая очень интересная ситуация складывается. Позиционирование очень спекулятивное. Очень много спекулянтов набрали позиции на рост нефти. Производители нефти, наоборот, ставят на падение. Ну, они не то, что ставят, они просто страхуются от падения цен на нефть. Вот. Производители не спекулируют. Они просто покупают хедж, который им отдают спекулянты. Соответственно, спекулянтам приходится вставать наверх, а производители продолжают хеджировать, хеджировать, хеджировать риски падения цен на нефть. Если учесть, чтобы большие спекулянты, ну, статистика это показывает, вот, в частности, допустим, последние данные от 21 февраля показали, что хедж-фонды увеличили лонги, в смысле, это данные на 21 февраля, они публикуются там в конце недели. Так вот, данные показали, что хедж-фонды увеличили лонги по нефти до 453 тысяч контрактов. Разница между лонгами и шортами у хедж-фондов выросла до 413 тысяч. Новый рекорд. И составляет сейчас 22,5 миллиарда долларов. Причем, интересно, что 4 основных трейдера Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи сейчас ставят на падение нефти. И, кстати, на московской бирже, там хоть и небольшое, но все-таки есть преимущество, тоже юрлица стоят в чистом лонге, физические лица стоят в чистом шорте. Там небольшая разница, но, тем не менее, она есть. Вот, и таким образом у нас получается, что финансовые участники рынка ставят на рост нефти, реальные производители, которые являются, по сути, инсайдерами этого рынка, они ставят на падение. С точки зрения логики, чем это закончится? Сейчас финансовые игроки должны держать цену, чтобы не получить убытков. Потому что все они натарили вот этих лонгов, и они понимают, что они не могут их скинуть, потому что если они все начнут их скидывать, то цена обрушится очень быстро. И в то же время фундаментальные факторы постоянно поджимают нефть, поддавливают ее сверху вниз. Какие факторы? Я неделю назад уже говорил, что экспорт нефти из США достигла нового рекорда в 1 миллион баррелей в сутки. На этой неделе был установлен новый рекорд экспорта нефти из США в 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки. Впервые с апреля 2016 года добыча США превысила 9 миллионов баррелей в сутки. То есть активно восстанавливается добыча в США. Я напомню, что главным бычим фактором, который привел к росту нефти в декабре, это ожидание того, что ОПЕК понизит, сократит квоту добычи. Они действительно это сделали, договорились даже со странами. Не ОПЕК суммарно, и те, и другие снизили добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. И США за это же время увеличили добычу на 800 тысяч баррелей в сутки. Статистика по буровым установкам показывает, что на прошлой неделе еще 77 буровых было запущено. Это очень много. Сейчас их количество составляет 602 штуки. Минимум прошлого года составлял 286. То есть уже более чем в два раза выросло количество активных буровых установок. То есть активизирующаяся активность по запуску новых скважин даже удивила аналитиков Goldman Sachs, превысила все их самые смелые ожидания. Но тем не менее, аналитики Goldman Sachs считают, что все равно цены на нефть до конца второго квартала будут остаться на высоком уровне, коснутся отметки 59 долларов за баррель и только потом пойдут вниз. Почему они так говорят? Потому что вот это увеличение добычи нефти в США будет нивелировано увеличением мирового спроса, который по оценкам Goldman Sachs в 2017 году вырастет на полтора миллиона баррелей. Вот такие есть ожидания. Ну то есть мы видим, что ситуация действительно такая взрывоопасная на рынке нефти. И я бы так сказал, суммируя, что фундаментал по рынку нефти он нагнетается негативный, но финансовые участники рынка не заинтересованы в том, чтобы нефть падла. Поэтому пока она падать не будет, упадет она в тот момент, когда все разгрузятся, когда, я не знаю, там пройдет несколько экспираций, когда похудеет немножко вот этот открытый интерес на рынке нефти, когда спадет напряженность и когда уже там падение нефти не будет сулить огромными убытками индустрии Уолл-Срит, тогда может быть цены на нефть пойдут вниз в соответствии с тем фундаменталом, который сейчас нарастает. То есть мы просто видим, что идет наращивание добычи нефти со стороны США. Но во всяком случае в моменте, я не знаю, может быть там какие-то будут другие факторы, может быть спрос будет расти быстрее, чем США будут наращивать добычу. И рынок будет в сбалансированном состоянии. Окей, значит, я про это вам рассказал. Ну и последнее, вот что хотелось бы сказать по поводу нефти. Аналитики Барклайс посчитали, что средний сейчас уровень безубыточности для нефтяных компаний находится на уровне, уже опустился в район отметки 43 доллара за баррель. То есть уже достаточно низкая себестоимость, уже на этом уровне нефтяные компании, продавая нефть, получают очень неплохую прибыль и соответственно готовы осуществлять инвестиции в дальнейшую добычу. То есть 56 для всех, кто производит нефть, даже сланцевую нефть, уже достаточно комфортный уровень добычи. Напоследок по рублю еще раз скажу, сразу забыл рассказать про эту статистику. Тоже аналитики на сей раз Сбербанк, Сиаги говорят о том, что в марте нас ждут погашения валютных кредитов на сумму 11,8 миллиарда долларов, а основной объем погашения приходится на структуры, которые попали под санкции. Это значит, что пролонгировать займы им будет невозможно. Фактический, то есть чистый объем выплат составит по долгам почти 10 миллиардов долларов, считают аналитики Сбербанк, Сиаги. Еще один удар по валютному рынку, то есть удар снизу вверх, может прийти от Роснефти, которая 15 марта должна закрыть сделку по покупке НПЗ в Индии за 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Ну вот аналитики говорят, что эти деньги уйдут из России, хотя честно говоря, судя по тому, что происходит на валютном рынке у нас, Роснефть не покупает НПЗ в Индии, а продает его, да, и репатрирует эту валютную выручку. Во всяком случае, такая история. Ну и вот с учетом этой сделки, с учетом погашения долгов, можно еще добавить те почти 2 миллиарда долларов, которые по плану должен купить Минфин. Получается суммарно давление на рубль против американского доллара может составить в марте 16 почти миллиардов долларов. То есть, возможно, март у нас будет более позитивным по доллару, более негативным по рублю. Ну почему я говорю в таком ключе? Потому что вы помните, что я начал подкупать доллары по 59.30 примерно, дальше я начал подкупать по мере снижения и, соответственно, идея та же, что и у всех, это то, что доллар сейчас необъективно загнали вниз. И, соответственно, возможно, здесь как-то можно будет заработать. Ну, не сильно много я рассчитываю заработать, но порядка 10% может быть получится. Вот. Теперь хочу рассказать про книгу, которую я прочитал не так давно. Я периодически вас знакомлю с той литературой, которую я читаю. И на сей раз я прочитал специализированную литературу, как вы видите, да, это большая книга CSS. CSS – это каскадные таблицы стилей. Это основа верстки веб-страниц в настоящий момент. Ну, я вот могу сказать, что многие меня критиковали, не понимают, зачем я читаю эту книгу, что я занимаюсь на своей работе, потому что я вообще не знаю, что люди предполагают, чем я должен заниматься. Но, во всяком случае, им кажется, что технические вот эти истории – это не то, чем я должен заниматься. Но я должен сказать, что, прочитав эту книгу полностью, 720 страниц, разобрав с примерами, я считал ее достаточно долго, больше месяца. Теперь я, во всяком случае, понимаю, как устроена веб-страница, узнал полезные штуки, встроенные в Google Chrome. Стало более понятно, как им там всем пользоваться, как просматривать стили в Google Chrome, как их править удобненько. Теперь я сам могу сверстать практически дизайн любой сложности. Ну, конечно, здесь надо практиковаться, потому что пока ты без практики, ты будешь очень долго мучиться над каждой закорючкой. Я, собственно, так и делал. И, в общем, я стал даже лучше понимать своего веб-программиста. И мне стало проще, я надеюсь, будет проще с ним взаимодействовать и даже на уровне постановки задач. Это, надеюсь, даст какое-то облегчение и ускорение историй. Лучше стал некоторые нюансы по, опять-таки, смарт-лабу понимать, прочитав эту книгу. Я не могу сказать, что она вам прямо пригодится. Это книга от CSS. Это вообще довольно простой инструментарий. Это никакой не язык программирования. Это очень простая история. Ее может освоить, я думаю, каждый. Это надо, конечно, тем, кто, в принципе, владеет, наверное, своим сайтом и хочет самостоятельно отправить внешний вид сайта. В настоящий момент, как раз, свои знания, которые я почерпнул из этой книги, я уже реализовал в мобильной версии смарт-лаба. Если вы сейчас зайдете в мобильную версию смарт-лаба, они либо просто наберете смарт-лаб на своем мобильном телефоне, либо вы наберете смарт-лаб слэш-мобайл в вашем браузере, вы увидите то, что видят зашедшие на смарт-лаб через мобилу. И добавил я сюда котировки, добавил уведомления на главную страницу. Решил закрепить три самых комментируемых поста наверху в шапке и плюс переделал стиль всех котировок. Что самое удобное, я, кстати, всем рекомендую. Пожалуйста, посмотрите. Это котировки глобальных рынков. Очень удобно смотреть с мобильного телефона. Зайдете на смарт-лаб, там с мобилы, там первая ссылка наверху, это четыре буквы World, то есть мир, там мировые котировки, там нефть, золото, платина, медь, серебро, зарубежный фондовый индекс, российский индекс МВБ и все курсы валют и биткоин. Можете посмотреть графики, все очень удобно. Я лично вот подправил, чтобы это все с мобилы смотрелось хорошо. Вот. Значит, прочитав эту книгу, я надеюсь, что у меня теперь появится, наконец, время для чтения других интересных историй. Собственно, я с вами буду ими делиться. Тем более, я сейчас подкупил немножечко и экономической литературки интересной и уже давно ничего на эту тему не читал. Все. На этом содержательная часть этого выступления закончилась. Я призываю всех, кому не жалко 100 рублей, кому нравится эта программа, кто досмотрел до конца, переводите не чаще, чем раз в месяц. 100 рублей. По первой ссылке внизу в описании. Не бойтесь, это совершенно нормальный сервис. Это не какой-то там фишинговый сайт. Это Donation Alerts. Он как раз предназначен для этих целей, для сбора вот таких вот донатов так называемых. Я сразу скажу, слава богу, я пока в деньгах не нуждаюсь, но поскольку я совершенно бесплатно веду эту программу антикризис, страчу на нее свое время, мне очень приятно даже какую-то там, я не знаю, тысячу рублей получить на свой счет. Вот, ну, что я вижу, что это кому-то надок, что кто-то даже готов поддержать. Всем, кто переводит деньги, огромное спасибо. Я также напомню, что эту программу можете скачать в виде MP3, прослушать на стене ВКонтакте и можете скачать через iTunes в виде подкаста. В подкаст iTunes заходите, набираете Тимофей Мартынов, там найдете эту программу. И последний момент у нас намечается 25 марта в Москве, в Балчиге, напротив Кремля, конференция по опционам. Это самая интеллигентная, самая интересная конференция по составу участников, потому что там собираются торговцы опционами, это очень такие вменяемые, умные люди, с ними даже если вы не торгуете опционами, просто интересно пообщаться, послушать их. Рекомендую сайт, ссылка на конференцию, все внизу в описании, там буду выступать и я, я уже купил билеты в Москву, утром прилетаю, вечером летаю и надеюсь, все будет шикарно. По поводу конференции Smart Lab, задают мне сейчас много вопросов, конференция Smart Lab у нас по плану 22 апреля, акцент конференции будет сделан на инвестиции, трейдинг тоже будет, даже будет Саше Герчик, скорее всего, и скорее всего эту конференцию Smart Lab мы сделаем в Москве. По одной простой причине, очень дорого делать за городом, очень дорого и геморренно, лучше, не знаю, там после конференции с вами все куда-нибудь соберемся и сядем спокойненько и будем сидеть, я это все организую, но сама конференция, наверное, в Москве, потому что мы посмотрели, у нас там минимальный ценник в приличном месте получается миллион двести, это самый минимум на 250 человек, ну мы не тянем такую цену, потому что, ну представьте, 250 человек, миллион двести, это вот чисто если просто разделить на всех, ну пускай допустим 300, да, ровненько, то это минимум мы должны брать по 4 тысячи рублей с человека, вот, чтобы только в ноль выйти. Окей, на этом все, с вами был Тимофей Мартынов, критические замечания пишите в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось, дизлайки, если не понравилось, критикуйте меня нещадно, до новых встреч на следующей неделе, всех люблю, целую, пока.